Он вырос среди православных монахов. Вскоре он присоединился к борьбе против царя. И взял имя Сталин. Человек из стали. Товарищ Троцкий. Да. Не понимаю я тебя. Что конкретно вы не понимаете? Конкретно мы не понимаем, что ты вообще делаешь у революции. Мы строим справедливый мир для рабочих и крестьян. А ты? Ты же интеллигент. Владимир Ульянов-Ленин тоже интеллигент. Что это меняет? Нет, ты путаешь, Троцкий. Ленин, он как икона в мире без Бога. А какая из тебя икона? Ты же еврей. Поэтому огромное количество этнических евреев является протестантами. Более того, изначально протестанты это библейский народ, как они себя именовали. Более того, уважаемые друзья, евреев-то сделали во многом в противовес протестантам. А? Вот так. Но это потом. Все динаминации ортодоксов это хорошо. Выгнать надо отсюда мессианских, мессианские секты. Это протестантские руки тут, которые работают. Так это не иудаизм. Это не иудаизм. Это христианство, зуалированное под иудаизмом. Они все называют иудаизмом. Выгнать вон 250 общин. Вон выгнать. Всех лишить гражданства. Всех пасторов, застанных сюда. Это засланные казачки, которые тут крестить и врефтить. Выгнать всех вон, кедрени матери. Лишить гражданства. Вот что нужно делать. С одной из партий в зону специальной военной операции пытались завести книги священного писания, которые сопроводили дополнительными листами. Текст, который был на них опубликован, вызвал глубокую озабоченность. Что насторожило, узнала Ольга Стельма. Но, как выяснилось, даже здесь, в тылу, можно встретить врага. И действует он коварно, играя в том числе и на религиозных чувствах, используя тексты, священные для христиан, в деструктивных целях. У многих организаций, включая псевдорелигиозный, существуют такие моменты входа в семью. Вот через нашу организацию попытались войти на фронт, к бойцам, всеми. Неизвестные люди предложили региональному комитету воинов Отечества отправить на фронт вот такие издания организации «Гидеон». «Гидеон» – религиозная структура родом из США. Позиционирует себя как межцерковное содружество христиан. «Гидеоновцы» распространяют Новый Завет и Псалтырь. По всему миру, в том числе активно, действуют в России уже много лет. Общий тираж, миллионы экземпляров. Ранее литературу размещали в проамериканских сетях отелей «Хилтон», «Мариотт» и других. И, похоже, после начала спецоперации враги России, не гнушаясь религиозными чувствами верующих, воспользовались зарубежной организацией. Священные писания теперь сопровождают дополнительно несколько страниц. Их содержание не имеет отношения к религии и больше похоже на саморекламу проамериканского центра. А еще книги снабдили заголовками, формулировка которых вызывает озабоченность. Если вы разочарованы, если вы тревожитесь, если вы устали, если мучает ваш страх или подводят друзья, если эта книжка сделана в камуфляжной обертке, она направлена на бойцов с конкретным посылом. Если ты устал, если ты боишься, то есть между строк можно кое-что прочитать. Эта книжка в белом чехле, в белой обложке, она рассчитана на медицинского работника. То есть это инструмент манипулирования сознанием наших людей. И для каждого он у этих людей свой. Данная вот эта организация, штаб-квартира, и находится в Америке. И мы это прекрасно понимаем. Какой вход, казалось бы, в далекой Хакасии, от всего, казалось бы, происходящего. Конечно, ты понимаешь, с кем ты имеешь дело. На самом деле это враг. И враг хитрый. Поэтому здесь нужно включать разум и голову. Дополнительные страницы к священным писаниям вселяют упаднический настрой. Тогда как солдатам на фронте важно сохранять боевой настрой при ведении наступления или находясь в активной обороне. Между тем, насколько важно не подрывать психологический настрой там, где ведутся боевые действия, знает участник СВО с позывным «Будьба». Знакомы ему и эти издания. Бойцы находили их при штурме Бахмута. Такой же экземпляр мне приносили. Уже на отбитых позициях ребята находили. Я посмотрел данную литературу и дал команду, что ни в коем случае нельзя раздавать это нашим бойцам. Потому как совершенно непонятного происхождения и какую там будет противник вещать идеологию, непонятно. Залезть в душу, так скажем, к бойцу, это может просто элементарно демотивировать людей. Это ухудшение эффективности подразделения. Именно религиозная литература в этом контексте, в этой ситуации эмоциональной может очень сильно перевернуть взгляд человека. И, соответственно, противник этим пользуется, я считаю. Своим мнением поделился политолог Михаил Верхотуров. Надо понимать, что в период, когда мы противостоим коллективному Западу, а он не желает мириться с тем, что Россию не удалось отменить, через религию враги нашей страны пытаются повлиять на ситуацию в стране. С целью, разумеется, дестабилизации обстановки. То есть внедрить людям ложные ценности, нравственные основы, которые не соответствуют нашей стране. Всю партию литературы Гидеон исключили из гуманитарного груза. При этом те, кто пытался отправить ее в зону действия специальной военной операции, по словам очевидцев, еще долго наблюдали за пунктом приема. Вероятно, до последнего, надеясь на успешное внедрение посылки. И только бдительность жителей Хакасии помогла избежать разрушительных последствий, что могли произойти, попади эти книги в горячие точки СВО. Счастлив, когда разрушился этот СВО, потому что в СОВКе голодали мои, моя семья, родители выбивались из сил, чтобы купить кусок хлеба. В доме был кусок мяса. Не говоря уже обо всем остальном, что мне нельзя было говорить, что я еврей, что в страхе, во лжи. В этом СОВКе жили люди на протяжении всего лета, в этом террористическом государстве тоже. И мы хотели его продолжить, но я не хочу. И люди не захотели в этом жить, и отделились. Это нормальный исторический процесс, когда распалась, наконец, империя гребанная. И люди захотели каждое государство жить отдельно, своей жизнью. И за 70 лет столько СОВК наделал всего, что я понимаю, это первоначальное эмоциональное отторжение государств. И Балтики, и всех, которые сказали, нет, ребята, мы хотим своим языком разговаривать, свою культуру устанавливать. Вы нам уже вот здесь. Спасибо большое, русские. До свидания. Можно немножко от нас отстать, чтобы мы свое государство сделали, своим языком, культурой, своими традициями, обычаями, не с вашими? Ёпрестэте. А вот видите, имперское включается. Нет, как это вы от нас убежали? Нет, мы должны быть главными, а вы под нами там где-то. Вырежьте второй сорт. Вот это, вот отсюда все идет. Здравствуйте, друзья. У нас в Израиле очень много миссионеров, которые работают только на то, чтобы всеми правдами и неправдами перевести евреев в различные секты, которые засылают сюда под видом иудаизма протестантская церковь. Не вся, но большая ее часть. И вот сегодня я хотел бы обсудить очень важный вопрос, краеугольный вопрос, который поднимают миссионеры на своих собраниях. Они говорят, что Бог не способен и не может простить ваши грехи без той платы, которую внес своей смертью Иисус. Теологически и философски это очень тяжелый к пониманию и даже, я бы не побоялся этого слова, абсурдный аргумент. Но в их концепции Бог-Отец не способен вас простить без той платы. Ложь мы будем вскрывать. Мы будем показывать, насколько вы лживы, насколько вы безграмотны. И насколько все то, чему вы учите, насколько все это не соответствует слову Бога в Торе. И все ваши слова могут понравиться и могут купить только сердца и умы неокрепших, безграмотных и ассимилированных евреев. Именно поэтому в ваших общинах практически нет ни одного еврея грамотного. Потому что любой грамотный человек понимает, что вы абсолютные нули, ведущий наш народ к сектантскому и долбоковскому. — А чего ему не хватало? Богатая семья, землевладельцы? — Понимаете, в чем дело? Тогда был очень моден и популярен марксизм. Кстати, и марксизм, и основанный на его фундаменте большевизм, коммунизм, социализм, это все придумал еврей Карл Маркс. Тоже, опять-таки, сын крещеного еврея, но вместе с тем внук Равина. Карл Маркс сам был антисемитом, будучи этническим евреем. Еврейское все он ненавидел, но был евреем и основал, и придумал всю эту концепцию, будучи человеком, который фактически содержал всю свою жизнь его друг Фридрих Энгельс, немец. — Капиталист. — Капиталист, да, который, значит, эксплуатировал рабочих, на эти деньги за счет прибавочной стоимости содержал. И вот на эти деньги Карл Маркс, он, значит, пописывал свои труды, в числе которых капитал, конечно же. Понимаете, в чем дело? Троцкий жил в черте оседлости. Значит, черта оседлости, это, конечно, дискриминационный лагерь, в который входило 25 губерний после третьего раздела Польши. Евреи очень были поражены в правах, как мы много говорили, очень многое не могли, они не могли ни работать, где они хотели, ни жить в больших городах, ни выйти. То есть права передвижения по стране не было, ни выйти из черта оседлости они не могли, ни выехать за рубеж они не могли, за редчайшими исключениями. Ни идти учиться, ни в гимназию хорошую, там был один, в некоторых случаях два процента, да, ни в институт, ни в университет и так далее. То есть исключения были там, это полные кавалеры Георгиев и Выкресты, или, может быть, купцы еще первой глидии какие-то, то есть мизерные проценты. На начало 20 века в России проживают от 4,5 до 5 миллионов евреев. И все они, почему-то, как в банке жуки сидят. И, конечно, молодежь бредит освобождением. Идея освобождения, идея радикализма, основанная на марксизме, и различных разветвлений марксизма, от анархизма до социализма, разных совершенно ответвлений, они бурлят. И Троцкий знакомится со своей будущей первой женой, Александрой Соколовской, она была еврейкой, на 7 лет его старше, и она была марксистской. Но вскоре уже было невозможно быть нигде, его депортируют из Франции, если я не ошибаюсь, в Испанию. И потом вдруг, совершенно неожиданно, он получает приглашение в Америку. И отплывает на дорогом корабле вместе со своей семьей, чуть ли не первым классом, в Америку. И в документах он пишет, что нужно было заполнить анкету, а где вы планируете останавливаться в Нью-Йорке. И он указывает дорогой отель в Нью-Йорке. И вот Троцкий и семьи прибывают в Нью-Йорк, его встречают там, ему дают деньги там. И кто же ему там помогал, кто же был благотворителем Троцкого в Нью-Йорке? А это был уникальный человек, уникальный игрок, тоже очень талантливый, один из самых больших и богатых еврейских банкиров Америки, Яков Шиф. Уроженец Франкфурта на Майне, Германии, приехавший в Америку. Человек, который сегодня можно было бы сравнить, я не знаю, с Биллом Гейтсом, может быть, или с Суккербергом, или, может быть, по влиянию, может быть, с кем-то вот такими, с такими людьми. И он дает Троцкому столько денег, сколько тот может унести. На что? Вот. И тут нужно понять, кем был Яков Шиф. В отличие от предателя, изменника и двурушника Парвуса, который работал на разведке и кормился от Германии, или от других, Шиф был идеалистом, и деньги ему были не нужны. И никакую разведку мира он не представлял. Он ненавидел Россию за антисемитскую политику царей, в частности, Николая II. И ему не важно было, как он потом говорил, Яков Шиф, на кого ставить и кем играться в этой шахматной игре. Я возьму любую марионетку. Троцкий безбожник плевать, хотя сам Яков Шиф был верующим иудеем, строившим синагоги на собственные деньги. Я возьму любой таран. Мне не важно, какая козлиная голова будет на окончании этого тарана. Главное, чтобы этот таран разбил Николаевскую Россию. Интересно посмотреть документы исторические, что когда за долго до начала Первой мировой войны, по-моему, это был 1903 или 1904 год, российское представительство приехало в Нью-Йорк, просили денег в долг. И вел переговоры граф Витте. Он встречался с многими банкирами, большинство из которых были евреями, и возглавлял американских банкиров тоже Яков Шиф. Яков Шиф сказал, это было до русско-японской войны, 1903 год. Значит, он сказал, мы дадим вам денег, сколько хотите, только дайте евреям равноправие. Об этом пишет граф Витте. Значит, отмена черты оседлости, как в Европе. Равноправие, возможность получать образование, возможность свободного передвижения по стране, возможность работы в разных работах. Граф Витте передает, конечно же, это все Николаю Второму. Николай Второй наложил вето. На это я сказал, это исключено. Я это не дам. Пока я у власти, у евреев равноправия не будет в Российской империи. И на это разгневанный Яков Шиф сказал, ну, раз так, тогда я буду, во-первых, денег вы не получите. А я буду, значит, кончится у вас все это плохо. Кончится это революция. И вот с тех пор, после этих переговоров, он начал серьезно очень финансировать все те силы, которые были против. И которые будут готовы, значит, разваливать потом Российскую империю. Поэтому Троцкий получил деньги от Якова Шифа, получил прекрасные апартаменты в новом доме с телефоном. В общем, он влюбился в Нью-Йорк, он увидел автомобили везде, у него был холодильник. 17-й год, у него была там уже вода теплая, вода горячая, отопление в доме, собственный телефон. Не 17-й теплая. 1917-й год. А, это уже 17-й год? Он был весной в Нью-Йорке уже. То есть, это буквально уже накануне революции? Да, накануне революции. Это было после февральской революции, до октябрьской. И, кстати, как только февральская революция произошла... То есть, февральской революции Троцкий не участвовал? Нет, он был в Европе, а потом в Америке. Он приехал в Россию, пробыв в Америке полтора месяца, если не ошибаюсь, приехал в Россию кораблем за несколько месяцев до октябрьского переворота, который он и совершил. Ну, это нелепо. Люди тебя не простят. Ну, неужели нельзя не подписывать этот проклятый мир? Нельзя. Армии фактически нет. Воевать некому. Не отдадим немцам то, что они хотят. Так они сами полстраны завоюют. Так, черт возьми, заставьте солдат воевать. Как ты не понимаешь, мы же сами разложили армию. Теперь этих солдат невозможно заставить воевать. Откажись. Ну, не могут же они тебя заставить. Лень только того и ждет. Товарищ Троцкий отказался от ахиважной миссии. Долуя товарища Троцкого. Нет. Ну, все. Пора. Ярманское правительство настаивает на немедленном подписании мирного договора на основе самоопределения народов Польши, Литвы, Курляндии, Эстляндии и Лифляндии. В качестве актов, свидетельствующих волю этих народов, правительство Германии рассматривает заявления правительств Польши, Литвы, Курляндии, Эстляндии и Лифляндии, подписанные в ноябре и декабре этого года. Лифляндия тоже отходит Германской империи? Народ Польши изъявляет желание присадиться к Германии. Бред! Довольно! Что за цирковь изволили нам здесь показывать? Это не воль народов. Эти писульки ценой в копейку записаны под вашу диктовку марионетчными правителями оккупированных частей Российской империи! По прямому указанию императора Вильгельма Второго мы в ультимативной форме требуем от России в течение 24 часов подписать мирное соглашение. В пункт пятый внесены следующие изменения. Россия обязуется незамедлительно провести полную демобилизацию своей армии, в том числе войсковых частей, которые были созданы ее теперешним правительством. Кроме того, военные суда Россия должна отвезти в русские порты и оставить их там до подписания всеобщего мира, либо полностью их разоружить. Военные суда государства, прибывающие и далее в состоянии войны, со странами Четверного Союза, поскольку находятся в сфере власти России, приравниваются к русским военным судам. Что значит не с нами подписывать? Это все-таки война или мир? Это третий путь. Ни мира и ни войны. Записывайте. Срочный приказ наркома иностранных дел Троцкого. Немедленно увести все войска с позиции. Да он спрятал, господа. Если война когда-либо велась в целях самообороны, то она давно перестала быть таковой для обеих сторон. Я же говорил, не пошел сон! Вы доверены в бедуцу, господа! Он спрятен! Остановите его! Он предатель! Руки! Ясен пень, ясен пень. А кто у тебя в корешах-то был? Что? В корешах. Жора Московский. Так знаем Жору. У главой корточек. Ну? Говорят, что он на зоне ласты склеен. Да. Ну, царство небесное. Да. Теперь я байку расскажу. Жил на свете. Такой мусор. Старший следователь прокуратуры Геннадий Полосков. Знакомая личность? Мы не успеваем хватать. Иногда задерживаем только зачинщиков погромов. Были случаи, когда патруль разоружал бандитов и отпускал их. Почему? Не на чем было везти. А рядом еще хуже, только бы успеть. Тюрьма, оптвахта, следственный изолятор. Все забито. Почему? Не успеваем проводить дознания. Подключены все подразделения, военная прокуратура. Все равно дело загланды. А где начальник Угрова? Почему вы докладываете? У него дом сожили. Жена пострадала. Он у ей в больнице. И вы, значит, не останеву. Так я же заместитель. Выводы, подполковник. Предлагаю освободить всех задержанных авторитетом. Прямо всех? Так точно. Хочешь доказать, что ты умнее маршала? Никак нет. Иначе захлебнемся. Будешь учить меня стратегии? Будешь учить меня стратегии? Товарищ маршал. Разрешите обратиться. Прошу о разговоре с глазу на глаз. С ним? С вами, товарищ маршал. Все свободны. Перекур. Мне же все время звонят, разжаловать, наград лишить, наказать. Лаврентий завидует, учти. А Бакумов зуб точит. Со всеми ты поссорился. И вот опять в Одессе теперь. Они же приезжают, звонят мне. Я устал тебя защищать. Ну ничего. Я на твоей стороне. В Свердловск поедешь. Похозяйствуй там. Округ подними. Подумай. За Уралом. Тебе есть о чем подумать. Это окончательное решение, товарищ Сталин. Да. А то еще недорогом кто-то вздумает отравить тебя, как английского шпиона. Слушаюсь, товарищ Сталин. Мне это не нужно. На. Отвезешь своим дочкам. Очень вкусные. Мне из горя прислали. Подальше от Москвы. И мне спокойнее будет. Решите идти? Иди. Ну ладно, Генолин. Ну не дуйся на старика. Ну вспылил немного. Ну бывает. Ну нервы что-то сдают. Да ладно. Садись. Да что вы, Виктор Павлович. Я и не думал дуться. Я ведь своей вины из себя-то не снимаю. Ну и славно. Нам о деле нужно подумать. Дело-то все равно вместе придется делать. Я вот что подумал, Виктор Павлович. Надо бы барону этому похороны попышнее устроить. Через прессу объявить. Ну как у вас там делается? Зачем? Съедется немеряная толпа людей, из которых три четверти вообще Михаева не видели, а половину вообще не слышали. Но ведь придут и такие, которые лично знали старика. Надо будет отфиксировать похороны с разных точек видеокамерами, потом поработать с видеозаписью. Если остались у барона близкие друзья или родственники, а ведь он что-то там про свою жену плел, то они обязательно появятся на кладбище. Обязательно. Там ведь разные люди будут, Гена. И кое-кто не хочет, чтобы мусора его снимали. Там кое-кого и задержать могут. Ну ладно. Издержки есть в любом деле. Хлеб режут, крошки остаются. Дальше. Далее. Надо как следует пропасти этого журналиста Серегина. Старик ведь почему-то на нем настаивал, когда выдумал эту тему с интервью. Очень странную тему. Значит, за газетчиком надо ставить ноги. А уж совсем неплохо было бы прилепить глаза и уши. Темная лошадка, этот журналист. От него явно комитетом пахнет. И если он хоть как-то связан с конторой, то устанавливать за ним официально наружку крайне рискованно. Значит, журналистом должны заняться ваши люди, Виктор Павлович. Это тебе. Возьмешь домой, чтобы жену побаловать. Спасибо. Вы прям как Сталин, Виктор Павлович. Не самый дурной пример для подражания. Черно-белое восприятие мира видимо, выходит все-таки из времен сталинизма. Когда Максим Горький объявил свое знаменитое «Если враг не сдается, то его уничтожают». Ну, понятно, что не Сталин это все придумал. Это ясно были какие-то определенные архетипы, заложенные уже в так называемой русской душе черно-белого восприятия мира и попытки разделить мир на друзей и врагов и третьего не дано. Но это на самом деле своего рода такой инфантилизм, когда мир воспринимается именно вот в таких тонах, монохромное видение. Это признак недоразвитости. Причем в эту недоразвитость нас, естественно, загнали путем террора, геноцида, войн и тому подобных маленьких радостей, как западной, так и восточной цивилизации. На острие столкновений между которыми мы все, собственно говоря, оказались вот здесь, на территории бывшей Российской империи. Есть разные варианты оценки этого всего дела, но сам факт, что мы пожинаем плоды. Уважаемые друзья, наш человек не может без ярлыка. Обязательно сразу надо поставить штамп, клеймо, и доблестно сражаться, особенно в интернет-пространстве, естественно, за подтверждение своей правоты. Я являюсь сторонником объективного, непредвзятого взгляда на вещи. Но почему так? А потому, что это продолжение одной и той же войны. Потому, что отечественная война 41-го года это зеркальное отражение войны 1812-го года. Все вывернуто наизнанку. Уважаемые друзья, это продолжение борьбы Санкт-Петербурга и Москвы. Санкт-Петербург, заручившись поддержкой Наполеона, договорившись с ним о совместных действиях против англичан, зачищал остатки Лоса-Джучи. И вот тут сразу становится понятно, а почему, собственно говоря, Барклай-де-Толли не сражался с Наполеоном? Почему полностью открыли все дороги? И русская армия отступала и отступала. Нам это объясняли какими-то там сказками про то, что Наполеон был слишком силен, что с ним было невозможно сражаться. Ну что за ерунда? На Бородинском поле, значит, можно было сражаться на Березине, можно было, а раньше нельзя. Ну, это же не серьезно. Это просто из разряда исторических анекдотов. Помните, да, был такой в свое время интересный прикол, значит, как в грузинской школе учитель истории спрашивает, скажите, пожалуйста, дети, кто такой был Кутузов? Поднимает руку умный мальчик и говорит, Кутузов это был великий русский полководец, когда французы напали, он заманил их вглубь России, зима настала, французы замерзли, он их разбил. Молодец, совесть пять. А скажите, дети, кто такой был Сталин? Опять поднимает руку умный мальчик. Сталин это был великий советский полководец, когда немцы напали, он заманил их вглубь Советского Союза, настала зима, немцы замерзли, он их разбил. Молодец, садись пять. А скажите, дети, кто такой Ясир Арафат? Ясир Арафат это великий арабский полководец. Когда евреи напали, он заманил их вглубь Палестины и теперь ждет, пока зима настанет. Боже мой друзья, это же самое разумное объяснение всех тех событий, которые происходили. Но это анекдот, а действительное объяснение в том, что Наполеону открыли все дороги, поэтому он так зашел и поэтому он так лихо продефилировал до самой Москвы. И вот в этот момент, когда казалось бы все, цели достигнуты, Москва разгромлена, Санкт-Петербург на коне в силе, тут Александр Первый ударяет ему в спину, договорившись с англичанами. Наполеон в ужасе, понимая, что его кинули и предали, откатывается назад. С этим все более-менее понятно. Александр Первый перескочил под старую европейскую элиту, не пожелав создавать новую вместе с Наполеоном. Но была ли та самая партизанская война? Конечно, было. И вот тут надо понимать, что это не мужички-крестьяне с вилами вылазили. Это сражались отряды московитов, которые с одинаковым удовольствием били как и Петербургскую гвардию, так и французов. И это был тотальный разгром московитов. Они ничего не смогли сделать. Москву, в конце концов, сожгли. И это было ясным указанием того, кто победил. Давайте посмотрим на продолжение, на то самое зеркальное отражение на войну 41-45 годов. Уже мы, друзья, здесь было все точно так же. Точно так же петербуржцы договорились с европейским субгегемоном. Они договорились с немцами. И открыли все двери и все ворота. Вы действительно верите, что Гитлер был такой инфернальный человек, неземная сущность, который ухитрился взять в плен 2,5 миллиона красноармейцев. И 4-х миллионная красная армия перестала существовать. И который за пару месяцев дошел до Москвы практически без боя. Что это такое? Как можно так унижать наших предков? Уже мы друзья ему открыли все. Почитайте соответствующие книги, как генералы сдавали позиции один за другим. Вся Красная армия по сути была троцкистская. И масонские ключи переданные Троцкому они работали, они открывали этот ларчик. Сталин как представитель московитов он пытался с этим сражаться, он создал отдельные силы все эти НКВД, НКГБ, погранцы и так далее, которые и дрались. И все партизанское движение оно было составлено из кадровых частей НКВД и НКГБ, которые составляли костяк, которому потом возможно где-то наращивались, а где-то нет. Почитайте какое-нибудь это было подробно. Но Медведев ни разу не был крестьянином с вилами. Он был профессиональный солдат. который делал свое дело, воюя в том числе и с коллаборационистами. Во наполеоновские войны царем был питерский. Во Вторую мировую царем был московский. А в чем разница? В том, кто за ними стоял. за московскими стояло орда. В случае 41-го года новая орда Соединенные Штаты Америки смогли помочь Москве. И результат мы видим. Москва со страшной кровью и со страшными потерями, но все-таки победила. Это, кстати, чисто ордынская восточная парадигма людишек не жалеть. Ну, вьетнамская война. На 3,5, а то и 4 по разным данным. Миллиона вьетнамцев, 58 тысяч погибших американцев, и это считается нормальным. Кто тех вьетнамцев жалеет? Кошмар, конечно. Так вот, мы видим, что все отражается, все сопоставимо. вот она, суть этих самых отечественных войн. Это действительно была война за отечество. Это была гражданская война в России, когда западники бились с восточниками, когда два проекта на этом полигоне, на этом поле боя сражались между собой. Как всегда русскими трупами. Известная фраза. Англичане всегда готовы воевать до последнего русского солдата. Уже мы друзья, китайцы тоже совершенно без проблем. Поэтому давайте не будем вешать ярлыки. Давайте не будем монохромными. Надо смотреть на истину, на то, что действительно происходило. и отбрасывать все это наносное, пропагандистское и прочее. Надо быть объективным. И это главное. Если вот это будет, тогда будет и все остальное. Мы должны понимать, что не по маленьким, не по нижним навязанным вещам должно происходить разделение, а только по высшим смыслам. Только высочайшее идеологическое религиозное разделение имеет смысл. То, что задано изначально. Вот в чем наши различия и наши объединения. И авелиты, неважно какой национальности, должны объединяться между собой. в своем противостоянии каинитам, чтобы не убил Каин Авеля в очередной раз. Только так. А что уж будет дальше? Один Аллах знает.